Немецкая народная сказка. Ганс-счастливчик. Жил на свете бедный крестьянин. Звали его Ганс. Не было у Ганса ни кола, ни двора, и решил им на службу наняться. Уговорился Ганс богатым помещиком, что семь лет на него работать будет. Служил Ганс хозяину семь лет. Служил, ни о чем не тужил. Когда же срок вышел, говорит он помещику. Я свое отслужил, хочу теперь в деревню к матушке вернуться. Отдай жалование, что мне причитается. Богач ему в ответ. Служил ты мне верой и правдой. Какова работа, такова и плата. И дал Гансу целый слиток золота, тяжелый-притяжелый, с человеческую голову величиной. Вытащил Ганс из кармана платок, завернул в него слиток, а на плечи его взвалил и в путь пустился. Шел он, шел, устал, еле на ноги волочит. А навстречу ему всадник на коне скачет. С собой красивый, такой веселый, конь у него как огонь. Эх, громко вздохнул Ганс, да чего хорошо верхом скакать. Сидишь себе будто на лавке, каблуки не сбиваешь, об камни не спотыкаешься, а сам все вперед да вперед мчишься. Услыхал всадник, что Ганс говорит, осадил коня и спрашивает. Эй, почему же ты тогда пешком идешь? Как же мне идти, спрашивает Ганс. Коня-то у меня нет, а надо золотой слиток домой донести. Мне из-за него головы не поднять, да и плечи ломит. Знаешь что, говорит всадник, давай поменяемся, я тебе коня дам, а ты мне слиток. Ладно, обрадовался Ганс, золото мне вовсе ни к чему, только попомните меня. Натаскаетесь вы с этим слитком, намаетесь, а мне счастье и удача всегда сами в руки плывут. В сорочке я, видать, родился. Спешился всадник, а у Ганса золото взял, помог ему на коня забраться, поводья в руки дал и говорит. Коли захочешь быстрее ехать, прищелкни языком да криккни, гоп-гоп. Тут и радостно у Ганса на душе стало. Едет верхом, будто птица свободный, слиток на плечи не давит, голову высоко-высоко задрать можно. И подумал Ганс, не худо бы побыстрее скакать. Стал он языком прищелкивать да покрикивать, гоп-гоп. А конь с норовом был, припустил он галопом и сбросил Ганса в придорожную канаву. Хорошо еще, что в ту пору какой-то крестьянин по дороге корову вел. Придержал он коня, а не то бы ускакал, да и Ганс еле-еле на ноги поднялся. Взяла его досада, и говорит он крестьянину, хуже нет верхом ездить, особенно если такая кляча попадется, как эта. Легается, с седла сбрасывает, тут и шею сломать недолго. Никогда, ни за что больше в седло не сяду. То ли дело твоя корова, пасешь ее в поле, прохлаждаешься, а она тебе каждый день молоко дает. Из молока-то масло сбить, да сыр сделать можно. Все бы за коровку такую отдал. Ну, сказал крестьянин, коли тебе моя корова по нраву, я охотно ее на коня поменяю. Обрадовался Ганс, вот уж спасибо, так спасибо. Всегда мне счастье и удача сами в руки плывут. В сорочке я, видать, родился. Вскочил крестьянин на коня и быстро прочь ускакал. Гонит Ганс корову, радуется. Ну и выгодная же сделка, думает он. Будет у меня и молоко, и масло с сыром. А раз руки-ноги есть, свой кусок хлеба я всегда заработаю. Намажу хлеб маслом, сыр сверху положу и сыт. А коли жажда одолеет, подаю корову и молока напьюсь. Чего еще в жизни надо? Пришел Ганс в харчевню, подкрепился, поел то, что в дорогу захватил, а на последние гроши велел хозяину полкружки пива налить. Потом погнал корову дальше в родную деревню. Чем ближе к полудню, тем жарче становилось. Идет Ганс вересковой пустошью, а идти ему еще далековато. Разморила его, пить захотелось, от жажды во рту совсем пересохло. Это беда не беда, только побольше не было, думал Ганс. Подаю-ка я корову и попью молока. Привязал он корову к высохшему дереву, а вместо ведра кожаный картуз приспособил. Но как Ганс не старался, как не маялся, ничего у него не вышло. Доить-то он не умел. Доил он, доил, пока корове не надоело. Легнула она его, да так, что Ганс пошатнулся, рухнул на землю и долго очнуться не мог. А как очнулся, никак в толк не возьмет, где он и что с ним. Только смотрит Ганс, идет по дороге мясник и толкает перед собой тележку, а на тележке свинья лежит. Что с тобой, спрашивает он Ганса? Да моя корова меня легнула, отвечает тот. Помог мясник парню на ноги подняться и рассказал Ганс мяснику, что с ним приключилось. А мясник ему и говорит. Не хочет, верно, корову молока давать. Стара больно. Да-да-да. Пробормотал Ганс и почесал пятерней затылок. Вот те раз, кто бы мог подумать. С виду она хоть куда. Лучше бы, ясное дело, такую корову зарезать. Мяса бы много было. Только в дороге мне от него проку мало. Где мясо сваришь? То ли дело копченый окорок. Свинка-то повкусней говядинки будет. А уж о сале да свиной колбасей говорить нечего. Послушай-ка, Ганс, говорит ему мясник, хороший ты парень. Так и быть. Поменяюсь с тобой. Я тебе свинью отдам, а ты мне корову. Бывают же на свете такие добрые люди, говорит Ганс. А мне счастье и удача всегда в руки плывут. В сорочке я, видать, родился. Отдал Ганс мяснику корову, стащил свинью с тележки, взял в руки хворостину, свинью подгонять и дальше пошел. Идет и думает, ну и везет же мне, чего не пожелаю, все сбывается. Если и приключится какая беда, так счастье тут же снова ко мне лицом поворачивается. Идет Ганс по дороге, свинью хворостиной гонит. Вдруг видит, навстречу ему парень, а под мышкой у парня гусь, такой гладкий, такой белый. Оказалось, парень его на крестины в подарок несет. Попробуй-ка, подними этого гуся, говорит парень. Ишь, какой тяжелый, восемь недель я его откармливал. Коли его и жарить, жир с него так и потечет. Мясо вкусное, пальчики оближешь. Да, сказал Ганс и известел на руки гуся. Вот это вес так вес. Ну и моя свинья не хуже. Задумался парень, огляделся по сторонам, головой покачал и говорит. Послушай-ка, с твоей свиньей дело не чисто. Проходил я давеча по деревне, слышал, толкуют. У старосты как раз свинью из свинарника украли. Боюсь, ох, боюсь, не к тебе ли эта свинья попала? Староста уже людей разослал ее искать. Ох, и угодишь ты в переделку, если с поличным поймают. Испугался Ганс. Вызвали меня из беды, просит он парня. Ты верно в житейских делах побольше моего смыслишь? Я тебе свинью дам, а ты мне гуся. Придется тебя выручать, смеется парень. А не то совесть меня заест, если в беду попадешь. Взял парень у Ганса хворостину и бегом погнал свинью окольной тропинкой. Обрадовался Ганс, что от свиньи избавился. Зачем ему краденое? Взял гуся под мышку и в родную деревню пошел. Идет, сам с собой разговаривает. Коли поразмыслить как следует, так счастье и удача сами всегда мне в руки плывут. Сорочки я, видать, родился. Что не сменяю, все мне выгода. Сперва доброе жаркое досталось, теперь жиру столько, что хоть залейся. Жир-то вытопить можно, буду еще целые полгода на хлеб мазать. А в придачу еще пух гусиный, такой белый, мягкий, подушку набью. Ну и обрадуется же матушка. Шел Ганс, шел. И вот уже родная его деревня завиднелась. Смотрит Ганс, стоит у околицы точильщик с тележкой. Вертит колесо, нож точит, песенку распевает. Мне и дождь, и ветер нипочем. В пальтишке легоньком моем я свой точильный круг верчу, ножи и ножницы точу. Остановился Ганс, рот разину, здорово точильщик работает и говорит ему. Хорошо тебе живется, раз так весело работаешь. Да, отвечает точильщик, ремесло мое прибыльное, золотое дно. Хороший точильщик как руку в карман запустит, так золотой вытащит. Где ж ты такого гуся купил? Да чего красивый? Не купил, на свинью выменял. А свинья откуда взялась? За корову получил. А корова? За коня дали. А коня? За золотой слиток. Тяжеленный такой был, с голову мою величиной. А слиток? Слиток-то плата за семь лет работы. Да, удачлив ты парень, говорит точильщик. Из всякого дела с прибылью выходишь. Счастье и удача тебе в руки сами плывут. В сорочке, видать, ты родился. Для полного счастья тебе одного только не хватает, чтобы золото в кармане звенело. Вот тогда ты мог бы себя заправским счастливщиком считать. А где ж золото взять? С чего начать? Спрашивает Ганс. Надо стать точильщиком, вроде меня. Для этого ничего, кроме точильного камня, не требуется. Все остальное приложится. Есть у меня один точильный камень. Правда, он чуть попорчен, но за него я ничего, кроме твоего гуся, не возьму. Хочешь, обменяемся? Я тебе точильный камень дам? Ты мне гуся. Да, конечно, хочу, согласился Ганс. Да ведь я самым счастливым человеком на свете стану. Коли я всякий раз в кармане деньги найду. Так чего мне еще надо? Никаких забот знать не буду. Протянул Ганс гуся точильщику, а себе камень точильный взял. Вот тебе еще один здоровенный камень. В придачу, сказал точильщик. И поднял с земли булыжник. Бери, пригодится. Поднял Ганс булыжник. И вместе с точильным камнем на спину взвалил. Идет и думает. Счастливый я. Должно быть, сорочке родился. Чего не пожелаю, все сбывается. Вот уж везет так везет. Меж тем притомился Ганс. Легко ли самой зари на ногах? Да и проголодался. Он все, что на дорогу припас, за раз съел на радостях, что так выгодно корову обменял. Идет Ганс, еле ноги волочит. На каждом шагу спотыкается. Всякую минуту останавливается. Да еще камни такие тяжелые. И думает Ганс. Хорошо бы мне от камней избавиться. Видит, поле колодец стоит. Захотелось Гансу отдохнуть и холодной воды попить. Подполз он точно улитка к колодцу и бережно так камни на край колодца положил. Потом наклонился, чтобы воды зачерпнуть. Камни нечаянно толкнул. Они в колодец и плюхнулись. Как увидел Ганс своими глазами, что оба камня в колодец упали. А от радости даже припрыгнул. Вот везет так везет. Коли б я сам от камней избавился и в колодец бросил, век бы себе не простил. А уж так они мне мешали. Пошел Ганс дальше. Идет сам с собой разговаривает. Ну и счастливчик же я. Такого на всем белом свете не сыщешь. Ничего-то на свете у меня нет. Никакого добра. Ничто мне теперь не помеха. Развязал руки и от золота, и от коня с коровой, и от свиньи с гусем. И от камней избавился. Руки-то у меня умелые. А не всякого золота дороже. Захочу, так и дом, и скотина. Все у меня будет. А уж прокормиться всегда смогу. Легко у Ганса на сердце. И спине легко. Никакая ноша его не давит. К земле не пригибает. А ноги сами вперед несут. Спешит Ганс до родную деревню, где давно его матушка поджидает. Начал он дома хозяйничать. За что не возьмется, всякая работа у него в руках спорится. Трудится с утра до вечера, с песней да с улыбкой. Еще и соседям помогает. А те не нарадуются. Добрый сосед. Всегда удача. Стали тут девушки на Ганса заглядываться. И женился на такой же пригожей и умелой, как он сам. Прошло время. Родился у Ганса мальчик. Созвал Ганс соседей к себе на пир и сказал. Счастливее меня человека на свете нет. И добрая жена, и дом, и достаток. Все у меня есть. А теперь еще и сын родился. И стали все его звать. Ганс счастливчик.